Караоке с Яровой Героиня сегодняшнего видео утверждает Женщины, которые хорошо себя ведут, не имеют шанса войти в историю Сегодня мы поговорим с вами об одной из величайших певиц современности Женщины с уникальным сопрано диапазоном в 4 октавы Итак, мои дорогие, приветствуйте! Кристина Агилера Эта девушка родилась 18 декабря 1980 года Отец певицы был военнослужащим, поэтому семья, естественно, была вынуждена часто менять место жительства И еще в детстве Кристина Агилера успела пожить и в Нью-Джерси, и в Техасе, и даже Японии Когда Кристине было 7 лет, ее родители развелись И она вместе со своей младшей сестрой и мамой переехали в пригород Питтсбурга На протяжении многих лет Кристина не общалась со своим отцом И только в 2012 году они наконец помирились Кристина была поистине гениальным ребенком и очень быстро раскрыла свои вокальные способности Она рано начала заниматься вокалом, выступала везде и принимала участие во всевозможных музыкальных конкурсах Например, уже в возрасте 8 лет Кристина очень успешно выступила на одном из местных конкурсов музыкальных Со сложнейшей в вокальном отношении песней Батни Хьюстон В 1991 году Кристину приглашают исполнить гимн США на одном из местных спортивных соревнований города Питтсбурга Где Кристина становится самой юной исполнительницей Затем она участвует в популярнейшем телешоу клуб Микки Мауса Вместе с Джастином Тимберлейком, Джессикой Симпсон и Бритни Спирс В возрасте 8 лет карьера Кристины настолько стремительно растет, что она вынуждена бросить школу Впоследствии она заканчивает школу экстерном А вы знали, что в 1998 году Кристина озвучивает саундтрек мультику «Мулан» под названием «Reflection»? Обязательно найдите короткое видео с этой песни на ютубе Посмотрите и послушайте, насколько чисто и живо звучит голос молодой Кристины Агилеры Удивительно После выхода мультфильма на большие экраны Именно эта песня вошла в список 15 лучших синглов И даже получила номинацию «Золотой глумус» А Кристине предложили очень выгодное соглашение со звукозаписывающей компанией RCA Records При мощной продюсерской поддержке Кристина записывает свой дебютный альбом С незамысловатым названием Кристина Агилера Невероятно, но именно этот альбом становился платиновым 10 раз Наверняка из вас многие знают знаменитый мюзикл «Мулен Руж» Кристина участвовала в создании кавера в картине «Мулен Руж» Вместе с Пинг, Лил Ким и Майей Кристина Агилера сыграла главную роль в картине «Мулен Руж» А кавер к ней был отмечен премией Грэмми в 2001 году В 2017 году Кристина Агилера выступила на вручении премии American Music Awards Она исполнила там ряд песен Витни Хьюстон Я очень призываю вас к тому, чтобы вы обязательно нашли этот ролик на YouTube и посмотрели Потому что у меня только лишь при воспоминании о просмотре этого видео До сих пор еще бегают по телу мурашки Это было просто захватывающе Это было невероятно Кристина Агилера фактически признавалась в любви своему идолу О чем она там и говорит на сцене Весь зал, состоящий из знаменитостей Просто поднялись на ноги и аплодировали ей стоя Но у многих из них на глазах были слезы Это действительно было очень чувственно Очень проникновенно и настолько искренне И, конечно, вокально это было колоссально сильно Это выступление Кристины Агилеры непременно войдет в историю Как одно из самых лучших концертных выступлений певицы На нем она появилась в несколько непривычном для себя образе Она выступала в черном скромном платье С волосами зачесанными назад и практически без макияжа Видимо, таким образом она не хотела привлекать внимание к собственной персоне Дабы отдать полную дань уважения своему кумиру Витни Хьюстону Но в жизни певицы не всегда было все так гладко И успех не всегда был постоянен Например, в период с 2000 по 2010 год У Кристины Агилеры наступила черная полоса Период был непростым Практически синхронно провалился ее альбом «Бионик» А также картина «Бурлеск» и Кристина начала выпивать В 2011 году пьяная Кристина уснула на праздновании дня рождения Джереми Раймера А потом, нетрезвая, упала прямо на сцене при вручении премии Грэмми Затем ее бойфренд Мэтью Ратлер был задержан в полиции за вождение в нетрезвом виде В этот же момент Кристина пьяная спала в машине После этого Кристине назначили принудительное лечение от алкогольной зависимости После этого Кристина больше в подобных ситуациях не была замечена Из бойкой, дерзкой девчонки Кристина превратилась в настоящую женщину Роскошную и очень сексуальную Кристина даже выпустила линию своей парфюмерии Она сама с большим удовольствием снимается во всех рекламах своих ароматов Я вам также настоятельно рекомендую посмотреть эти ролики Где она абсолютно невероятная, действительно роскошная и сексуальная женщина И привлекает женщин к тому, чтобы быть такими же Вообще Кристина славилась тем, что постоянно меняла свой внешний вид и образы Она экспериментировала практически со всем, что в тот момент было модно Например, когда был моден пирсинг, ее тело было почти все обвешано пирсингом Когда вошла в моду татуировка, у нее на теле появились тату Но все эти эксперименты сейчас позади И Кристина уже, наверное, окончательно утвердилась в образе роковой красотки в стиле 20-х Кристина Агилера очень активно занимается благотворительностью Ей совсем не безразличны проблемы общества За активную работу в этой сфере Кристина даже была удостоена награды Госдепартамента США И, например, на свою свадьбу она попросила гостей не приносить подарки А лучше перечислить деньги в фонд помощи пострадавшим от урагана Катрина и Рита А вот в 2016 году Кристина запустила свой собственный вокальный тренинг Где каждый желающий, заплатив всего 90 долларов за 20 занятий, мог расширить свой вокальный диапазон А бонусом к этому курсу было акапельное исполнение самых известных песен Кристины как в подарок Кристина не только общественный деятель, уникальная певица, творческий человек, но и замечательная мама У Кристины двое детей, сын и младшая дочка Чтобы узнать Кристину побольше, я хотела бы вам сказать, как она, например, назвала свою младшую дочь Она дала ей имя Сама Рейн Дочка родилась в августе, и Кристина объясняет свою позицию вот так Лето – это когда мир наполняется теплом и светом В то время как дождь смывает с земли все ненужное Позволяет расти и создаваться чему-то новому Мне хотелось, чтобы ее имя было наполнено вдохновением и любовью Это то, что она приносит всем, кто с ней встречается Ну что, мои дорогие, вы познакомились с Кристиной Агилерой Узнали, я надеюсь, много интересного для себя Ну а сейчас мы перейдем к одной из ее классных песен Песню, которую мы сегодня выбрали, называется «Fighter» Я считаю, что именно эта песня раскрывает внутреннюю силу духа этой певицы А теперь давайте разберем интересные фразы из этой песни Чтобы вам было интересно это потом использовать в своей ежедневной речи Первое слово – это глагол Despise – презирать В песне Кристина полет After all you put me through, you think I despise you После всего того, что ты заставил меня пережить, ты думал, я буду тебя презирать Следующая фраза – это идиома, шикарно звучит Always down for the ride Оказывается, переводится не дословно И имеет значение, как я обречена была на обман с твоей стороны Фраза «Down in flames», которую вы встретите в этой песне Обозначает «гореть синим пламенем» Либо «предавать огню» «Sold me out» – увидите вы в песне Что обозначает «сдал меня с потрохами» Или «продал», или «предал меня» «In shame» – с позором, либо «позорно», «постыдно» «Hold resentment for you» – это «держу обиду на тебя» Здесь очень интересное использование «for» – на тебя «Resentment for you», а не «on you» или какой-либо другой предлог Запишите себе это Нас интересует именно эта часть фразы Которая обозначает «если бы не все то, что…» Ну и дальше «то, что ты пытался сделать» Capable – это способный Такой способный не в смысле таланта А в смысле то, что человек действительно может На что он способен To pull through – это пройти, как выжить, выкарабкаться Backstabbing – предательство All of your backstabbing – поет Кристина Все твои предательства Cash in – это наживиться, поживиться или получить выгоду Cash in on a good thing – полная фраза обозначает Воспользоваться ситуацией, чтобы получить свою выгоду Dug your own grave Что обозначает «ты вырыл сам себе собственную могилу» Помните, ребята, о том, что dig – это является инфинитивом Dig, dug, dug – это неправильный глагол Именно поэтому она говорит You dug your own grave All of your torture Все твои мучения и издевательства Torture – это издеваться, либо издевательство Disguise yourself – презирать себя Living in denial – жить в отрицании А теперь, мои дорогие, прослушайте, пожалуйста, чтение и перевод этой песни After all you put me through, you'd think I'd despise you But in the end I wanna thank you Cause you made me that much stronger После всего, через что ты заставил меня пройти Ты, наверное, подумал, что я должна тебя презирать Но в конце я хочу сказать тебе спасибо Потому что ты сделал меня намного сильнее Well, I thought I knew you, thinking that you were true Guess I, I couldn't trust all your bluff time is up Cause I've had enough You were there by my side, always down for the ride But your joyride just came down in flames Cause your greed sold me out in shame After all of the stealing and cheating You probably think that I hold resentment for you But, oh no, you're wrong Cause if it wasn't for all that you tried to do I wouldn't know just how capable I am to pull through So I want to say thank you Что ж, я знала тебя, думая, что ты был настоящим Думаю, я не могла бы тебе доверять больше Так как время твоего блефа истекло Потому что с меня довольна Ты всегда был рядом Всегда готов на обман Но я была обречена на обман с твоей стороны Но твое веселье попросту сгорело синим пламенем Потому что твоя жадность позорно сдала меня с потрохами После всех твоих краш и обманов Ты, наверное, думаешь, что я держу обиду на тебя Но нет, ты ошибаешься Потому что если бы не все то, что ты пытался сделать Я бы так и не узнала Просто насколько я способна выживать, справляться Поэтому я хочу сказать тебе спасибо Потому что это делает меня гораздо сильнее Заставляет меня работать немножко упорнее Это делает меня намного мудрее Поэтому спасибо за то, что превратил меня в борца Заставил меня учиться немножко быстрее Сделал мою кожу немножко толще Это делает меня намного умнее Поэтому спасибо, что сделал меня борцом Never saw it coming, all of your backstabbing Никогда не знала, когда они наступят, все твои предательства Именно так ты мог нажиться на хорошие возможности До того, как я поняла твою игру Я слышала, ты сейчас крутишься, неподалеку изображая себя жертву Но даже и не думай, что я тот, кого можно винить Потому что ты сам себе вырыл могилу После всех ссор и лжи ты сейчас хочешь преследовать меня Но это больше не сработает Больше нет, все кончено И если бы не все твои издевательства Я бы не знала, каково это сейчас И я никогда не отступлюсь Поэтому я хочу сказать спасибо Потому что это делает меня гораздо сильнее Заставляет меня работать немножко упорнее Это делает меня намного мудрее Поэтому спасибо за то, что превратил меня в борца Заставил меня учиться немножко быстрее Сделал мою кожу немножко толще Это делает меня намного умнее Поэтому спасибо, что сделал меня борцом Как мог мужчина, которого я думала, что знаю Оказаться таким несправедливо жестоким Могла видеть только хорошее в тебе Предпочитая не видеть правду Ты старался укрыть свою ложь, презирая себя Проходя через постоянное отрицание Но в конце ты увидишь Ты не остановишь меня Я борец Я не собираюсь останавливаться Нет пути назад С меня хватит Ты думал, что я забуду Но я помню Потому что я помню Я помню Дорогие мои, ну вот и все Мы с вами сегодня разобрали биографию Кристины Агилеры Мы с вами разобрали одну из ее песен Вы узнали интересные фразы и конструкции Которые теперь будете применять на практике Ну и когда вы знаете уже эту песню Пообещайте мне, как обычно Спеть ее непременно в караоке Ну или подпевать ее, если будете где-то ее слышать Ну а мы с вами прощаемся И встретимся в следующем видео Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok